Девушки отдыхают Как в психиатрической больнице За исключением того, что это покрыто кровью Что здесь случилось? Давай, короче, заглянем Как мне это открыть? Дверная ручка отсутствует Слушай, а может быть отвертонькой, нет? Не, мне лучше не Похоже, там рухнул потолок Я не думаю, что сегодня я получу какие-либо подарки Гифт-шоп там сверху был Ну хорошо, хорошо Так Я думаю, что слышу море на другой стороне двери Ладно, вход на этажку Уездного лайнера Слушай, действительно лайнер Охренеть, слушай, тут много людей в этот раз Я удивлен А у нас даже билетика нет Если нас сейчас выгонят отсюда, что будем делать? Девка-девка, это капитан Но они какие-то все молчаливые И не то чтобы прямо живые Охренеть Ладно, окей Так, а ни с кем поговорить-то нельзя? Сюда можно зайти? Ладно, тут еще можно под... Ой, там манекен какой-то жуткий голый стоит А что ты голый-то? Да и звуки здесь не самые жизнерадостные Так, давайте вот с ним побеседуем По крайней мере Нет? Нельзя? Да ладно Слушай, огромный нахрен лайнер Он бесконечный О, хе-лоу Я... Не могу... Двигаться Двигаться Что? О, нет Нет-нет-нет-нет-нет-нет Дружище, постой, подожди Эй, а ну поставь меня на место ты еще кто такой блин напоминает юбери террористы из-за american horror story ну сериал а никого не смущает тот факт что а высоковые фигуры наверное из нас будут делать высоковую фигуру что-то мне не хотел но ладно ладно он просто нас оставил уже неплохо дерьмо что теперь привет а разговаривать кто здесь мое имя мёрфи я тот который в шляпе видишь меня а ты тоже замерзший что черт возьми случилось со мной ну что по-твоему произошло все видела предупреждающие знаки и проигнорировала их прямо как я я никаких знаков не видел знаки какие знаки не души морским воздухом тебя это о чем-нибудь говорит но нет смысла спорить об этом мы практически уже мертвы что не так с этим воздухом наполняешь свои легкие этим дерьмом и он замораживает все двигательные функции пока он циркулирует вашем организме это также чертовски больно не поначалу но попомни мои слова ты тоже это почувствуешь кто он человек без лица откуда я знаю он не сказал мне свое имя я не думаю что вообще может говорить все что я знаю то что он приносит сюда людей как только они обездвижены затем он покрывает их горячим воском чтобы превратить его в статуи одетые как экипажи пассажира этого гребаного корабля понятно почему нельзя было поговорить с другими на данный момент он ушел знаешь почему да ты уже догадалась он приготовил для тебя ванну с расплавленным воском потому что дорогая тебя сейчас укунут в это дерьмо с головы до ног так что возможно это к лучшему что ты готовься мысленно но нет о да да я уже наполовину умер в своей высокой оболочке дорогая просто жду когда страдания закончатся и все благодаря этому как бы ты его вообще назвала человек картошка я бы назвал худым человеком назвал бы его куратором гребаном засранцем скульптор ну пусть будет скульптор я бы назвал его скульптором потому что он лепит вещи из воска я думаю имеет смысл так как давно ты здесь мерфи я не знаю в новой ночной цикл не существует на борту этого корабля но кажется что прошло очень много времени как ты оказался на бирнхаус лейн о дорогая то что я сделал это было лишь вопросом времени я прибыл на бирнхаус лейн чтобы заплатить за растраченную жизнь но цена но цена превзошла все мои ожидания а ты что такая прекрасная молодая девушка как ты делает на бирнхаус лейн а я курю как домохран а сигареты грязная привычка но я не сужу у меня была своя доля вредных привычек я слишком хорошо знаю горько сладкий вкус зависимости ты сказал что все эти скульптуры в них трупы о да и все они тоже на главной палубе ну те которые наверху там некоторые довольно старые все гнилые внутри едва держатся вместе сразу ты не можешь определить это по запаху смерти твой скульптор был довольно занятный пчелой и худшая часть я знаю хуже всего мы скоро присоединимся к ним по крайней мере боль прекратится она останавливается когда ты мертв верно что ж я не собираюсь умирать вот так дай мне минутку подумать ну слушай что ты как то это безвыходная ситуация как по мне восхищаюсь твоей силой воли дорогая я пробовал все мы умрем здесь а мне вообще не следовало ступать на борт этого корабля но ты знаешь что они говорят любопытство сгубило кошку кошка вот оно я должна попробовать кошечу сиву так собраться с мыслями собраться с мыслями я не позволю скульптору сделать со мной то что он сделал со всеми здесь должен быть способ избежать этого кошмара последняя кошка которая пришла на ферму я думаю она поможет если я назову ее имя но как ее звали по-моему милла была милла вай трохни меня ты тоже это видишь вай я могу ходить я могу всеми ходить так ладно а тут чё ничего должно быть короче труп внутри слишком гнилой чтобы двигаться тут тоже тут о тут можем а она ничего не говорит потянуть рычагу класс может быть может быть тогда не будем трогать рычаги которые могут интересно ловушка сработать и следовать там большой ящик жале не могу добраться до него это насколько мы можем уйти короче дальше никак не пройти слушай а если мы например оставим одного здесь выйдем из хода пойдем за другим ведь нас тут вернее тут два манекена тут еще кстати могут ли они как-то я не знаю вместе следовать да слушай вот я оставил одну здесь давай ее ловушкой зафигачим попробуй мне любопытно а манекеном ничего не грозит да это та самая сила с помощью которой я так понимаю можно оживлять какие-то вещи нас вернее посмотри на себя я похожий на смерть я думаю курение делает это со мной и то чтобы теперь это важно странно окей нам надо как-то наверх попасть так а может быть мы вот так вот позади оставим я потому что не знаю но хер я знаю так а может куда залететь нет а ну мы нет это макс а подожди может быть здесь можем нет выше нам не забраться слушай там по две ловушки я так понимаю как раз сверху нас и забрали блин она получается энджи а ну перестань держать его записку прекрати прекрати энджи что ты делаешь ну понимаешь в чем дело как бы я не могу сиюминутно скажем так что мы еще можем делать можем ли мы бегать бегать мы не умеем я не могу сиюминутно выпрыгивать из тела так это то насколько мы можем уйти что это вообще меняет я понять не могу это просто ловушка не более странно я вижу ключ наверху гаечный который лежит ну как туда забраться блин я теперь не смогу в того забраться потому что я остановил ну вышел из хоста условно из тела в том моменте где спереди стоит это другой манекен да нет а нет все таки могу слушай я честно говоря в смятении потому что я не знаю что тут делать можно может тут еще кто есть там только сейчас я думаю это раскраска какая-то на снизу банки а это глаза короче лежащие в кучке отлично просто отлично так и дальше мы уйти не можем это блин странно слушай а мужика я не пробовал оставлю давай попробуем мужика оставить я как бы хз ну мало ли че так а куда я а вот она господи я потерял мудмазель представляешь зачем он кстати хотя наверное это не удивительно что он там пиписы отрезает и все так ага то есть мужика типа можно а женщину типа я просто стоял там у нее не сработало это какая-то несправедливость щас я ее захерочить ааааа это все так ааааааоу воау воау воу 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 привет дружыщет какого хрена ныне ну это странный чел так Так, наверное, нам стоит забраться выше, еще выше, но, наверное, я не знаю, что он там делал. Можем ли мы залезть наверх? Нет. Блин, тут АСМР, а трещение кота... Одеть противогаз на себя. Ман-манкер, хотя бы. Молодец, Леди, ты сделал это! А тот ядовитый воздух не беспокоит тебя. Но, прежде чем ты покинешь этот ужасный корабль, не могла бы ты сначала оказать мне небольшую услугу. Да. Благодарю тебя. Найди что-нибудь большое и острое, разнеси меня на куски. Хорошо? Ты с ума сошел? Зачем мне так поступать с тобой? Мне так больно. Я просто хочу, чтобы страдания прекратились. Пожалуйста. Я был здесь так долго. Я встречу смерть с распростертыми объятиями. Я... Я подумаю об этом. Слушай, ну я так... Подождите. Исследовать. Похоже на огромную банку, полную глазных яблок. Но подождите, прямо в середине банки есть медная дверная ручка. Я чуть не пропустила. Пробка не сдвинется с места. Открыть. Пробка не сдвинется с места. А можно разбить? Давай разобьем. Так, отлично. Разве я не видела где-то дверь, где не хватает? Видели? Видели. Все это разбитое стекло. Может быть я должна взять кусок? Поднять осколок. Спасибо, что напомнил вам мне. Слушай, а что это такое? Исслед. Чаша пуста. Слушай, а как нам этому нашему другу помочь? Просто наверху я вижу, вон смотри, вот эту штуку, которую мы скорее всего можем. Так, самое острое, что я нашла, было бы легко порезать себя. Мерная ручка. Маленькое вентиляционное отверстие. Хотел бы я использовать его, чтобы заползить. Она, наверное, слишком большая. Так, тут мы сможем наверняка забраться наверх. А, это она так дышит. Думаю, что за стороны это? Интересно, что мы можем туда положить? В эту чашу. Ладно, давайте тогда заберемся сначала наверх. О, блядь, ебенячий манекен-то меня так напугал. Ээээ, окей. Так, что это? Исследование. Большой металлический вентиль. Я не знаю... А, подожди, тут, наверное, написано. Опасность. Полный поворот двух вентилей может привести к превышению давления пара в пределах нормы. Там телевизор еще болтает. Слушайте, а... Тут написано. Полный поворот двух вентилей. Давай попробуем. А... Вправо? А может, еще разок? А этот, наверное, влево надо было. Или нет? Дерьмо, вентиль сломался. Так, ну мы можем прыгнуть вниз. Я, правда, не уверен, что мы... Подожди, а мы точно не должны... Сначала помочь нашему чуваку, потому что, ну он как бы там... Он же там... Мы же обещали ему его разбить. Вопрос только в том, чем. Нет, мне лучше не... Это не то, для чего нужны дверные ручки. Слушайте, я действительно не хочу стекать кровью в пустую миску. Желтая резиновая перчатка. Это не сработает. Ну, я, по крайней мере, проверил. Тут манекен, головы, хиреловые и больше ничего. Как ту штуку достать? Хороший вопрос. Я просто боюсь, что вот мы сейчас, типа, уйдем... И потом не сможем вернуться. И, соответственно, я не смогу... Помочь этому чуваку принять, условно, смерть с распостертыми объятиями. То бишь, разбить его. Ну что ж, ладно. Была, не была. По крайней мере, я могу залезть обратно. Это уже хороший признак. What? Топор! Большая куча мяса блокирует. Слушай, а может быть мы разрежем все это? Это не сработает. Отверткой? Нет. Ах, вот. Какой-то существо, но кажется мертвым. Поднять. Что это такое? Какой-то мясистый сгусток. С ногами? Фу, напоминает мне чертова куку. Почему я взяла это? Должен признать, что сама идея лайнера, на котором обитает чел, который делает восковые фигуры из людей, это довольно клевая тема. Я такой еще нигде не видел. Я вижу, ты нашла своего малыша. Я нашла что-то. Существо, но я не знаю, что это такое. Положи куда-нибудь, ладно? Мы посмотрим поближе. Он хороший маленький мальчик? What? Че? Боже мой, просто посмотри на него, он почти умиротворен. Покорми его, он принадлежит тебе. Покормить? Чем? Просто дай ему часть себя. Это то, что делают матери. Че, титю, что ли, дать? Разрезать руку стеклом? Ну да, давай попробуем. Только посмотри, как он бежит. Отлично. Слушай, а мы не можем взять, например, и... Это не сработает. Видимо, нужно это сделать обязательно топором. Хорошо. Честно говоря, я думаю, что Энджи была в состоянии просто пнуть нашего товарища, и он бы разбился, хотя... Умирают желание покурить. Что делает старый телевизор в таком месте? Ну, стоял себе телевизор. Стоял, никого не трогал. Я надеюсь, что скульптор сильно разозлится, когда обнаружит телевизор разбитым на полу. Это клево, да? Ударит током стену плоти. Так, а вот эта штучка моя. Ну-ка, подожди. Я, по крайней мере, попробовал. Теперь я спокоен. Ну что, дружище, ты готов? Да, это он, этот топор. Ударь меня, разбей меня на куски. Пришло время моей агонии закончиться. Как скажешь, дружище. Еще разок, пришло время для последнего удара. Что происходит? Что происходит? Мерфи? Что? Иисус Христос, он просто сожрал голову Мерфи? А зачем мы ее подняли? Ты пойдешь со мной, сэр. На хрена она нам нужна? Кажется, он поглотил голову Мерфи. И все же, я не чувствую, что он представляет для меня угрозу. На самом деле, я думаю, что и я ему вроде как нравлюсь. Ну, блять, отлично. А есть что-нибудь в этой вселенной, чему мы нравимся? Что выглядит, по крайней мере, не так... Стремно. Подожди, но мы тогда, получается, в ловушке, что ли? Странное существо. Причем, я абсолютно никак больше не могу взаимодействовать с вентилями. В принципе, единственное, что мне остается, это где-то здесь. Может быть, на какого-нибудь манекена напялить все это дело. Ну, в смысле, этого чувака посадите. Я могу подняться. Классно. А, постой-ка, Малик. Сейчас, подожди. Давай, дружище. Ха, ты смогешь. Он похож на дерьмо. Ну, куда деваться. Так, ладно. Так, топор-то у нас, надеюсь, и гаечный ключ. Я возьму топор, мне с ним спокойнее. А фонарика нет. Ну и ладно, на кой хер нам фонарик? Тут же выбирать приходится. Либо фонарик, либо топор. Топор, мне кажется, куда весомее. Хотя, если ты ни хера не будешь видеть, куда ты будешь... Блядь. А ну-ка. А ну прекрати стоять тут. Блин, ему ничего нельзя сделать. Так, тут тупик. Вау, 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 вау. Что за... Мы куда-то отплыли, что ли? Воздух здесь отличается. Все эти вертушки, должно быть... Очистили его. Я думаю, что сейчас безопасно снять маску. Так, тут есть, ну, во-первых, сохранялочка, во-вторых, там дверь, и надо вернуться назад в ту самую дверь, которая... Ты присела? Энджи, ну это правильно. Воздух все еще ядовит. Мне лучше одеть противогаз. Вот же черт. Так, топор, достаем топор. Тут целый рестар... Вау! Вау! Ааа. Одна пуля в патроннике. Слушай, а как мне с ним биться-то? Ааа! А? О-о-э! Ааа, ладно. Хорошо, это вот не-не спрастно. У меня есть, кстати, Desert Eagle, но... Я че-то подожду, я можно обратно-блять, нельзя, ты представляешь че? Ааа... Ладно, ублюдок. блин я надеюсь я не пожалею о том что я потратил пулю здесь тоже других вариант а может стоило беду подожди а если я загружу последнюю контрольную . я сейчас попробую убежать от него ну типа а я подожди тут нам нужен топор короче смотри какая тема мы его сейчас обманываем загоняем сюда не тратим пулю и ломаем там дверь а подожди здесь нельзя никуда идти музыка была великолепна друзья мне не хотелось чтобы это заканчивалось но мы можем его добить на всякий случай здесь подожди его типа чего ладно тогда ладно блин он же просто ты смотри она и стреляет и и бегает и дерется и вообще и мне кажется насрать на то что здесь какой-то скульптор гоняет так это дверь но музыка реально была отличнейшая так ладно я покончил с этим кораблем пришло время вернуться в вестибюль музея но ведь сколько все еще жив этот заст возвращение в главный зал сша может быть пройдет я боюсь что если мы еще раз пройдемся где-нибудь мы опять стреляем ведь никого спасти мы больше не можем да не поговорить ни с кем ладно возвращение в главный зал блин это все так странно друзья у меня просто это это все очень странно так ну во первых надо сохраниться я и я надеюсь что я правда не зря потратил пулю от дезерт игла и но думаю вариантов у меня было не особо много то что паром с ним биться невозможно можно дешится но психиатрическое отделение и крыло так-так топор на месте подожди какого хрена роба роб меня зовут роба и исследовать это одна из тех восковых фигур которые я кажется могу контролировать жаль что она за толстой стеной стекла то есть я могу сказать мило это бессмысленно она не услышит меня мы разлучены этим звукоизоляционным стеклом так а если вот так сделать нет мало ли меня зовут роба как-то нас так кинуло от лайнера к психушке наверное мне не стоит удивляться мы же все-таки играем в бирнхаус лейн его сожгли еще и попилили наверное кто-то очень сильно хотел чтобы тут был мертв ой слава богу ты восковая фигура исследовать он выглядит довольно злым я рада что он просто восковая фигура а не настоящий человек эти ключи сделаны из воска они мне не нужны ты уверен дружище так исследовать похоже в этом месте есть своя система громкой связи да мы можем связаться с нашей котейкой один из предохранителей взорван так читать записка гласит вчера мы объединили все acts по просьбе доктора брайта я сказал ему что система не может справиться с такой большой нагрузкой сразу он продолжает взрывать чертов предохранитель но он не может сказать что я его не предупреждал если это произойдет во время твоей смены просто попросить его дать тебе еще один предохранитель он всегда носит запасной кармане своего пальто так мило проверяю а то вдруг вдруг живой стена покрыта трудами сумасшедшего имя роб повторяется десятки и десятки раз я же говорил плюшевые стены аппарат электросудорожной терапии популярное решение старые времена согласно записке которые обнаружили ранее безумный доктор собрал несколько из них вместе чтобы еще больше увеличить их мощность так вот это просто напрашивается на неприятности ничего не произошло походы похоже в этой машине нет питания так подожди а питание от кого от кого-то идет или от чего-то стена пока так понятно а а а а а прекрасно так тут у нас еще наверху керан подожди какого хрена тут делают кира ну он тоже был пациентом психушки это какая-то типа знаешь как сайлент-хилл это было если что-то здесь происходит значит Явно это имеет место в сюжете И это какая-то подсказанка Керан в дурдоме сидел, да? Из-за своей любви к оружию? Или к любви... Из-за любви к насилию? И я случайно почему-то вышел из... Да Не знаю почему Я не знаю почему тут Керан, правда Может быть и знать не хочу А, подожди, может быть мы... А, нет Единственное, в кого мы можем вселиться Это... Тот чел? Ну, который внизу... А, подожди, что-то висит? Давай налево Это же этот доктор живой или... Нет, я просто как бы... Просто дальше стена Мы... Дэшиться мы, скорее всего, не умеем, да? Скорее всего, да Так, давай вернемся к Энджуи Может быть... Один из предохранителей... У меня нет предохранителя, но... Взять ключи Давай сходим наверх Быть может нам наверх и нужно Я не знаю Может быть Керан Это просто глюк? Керан? Что он здесь делает? Он не может быть настоящим В этом месте нет ничего реального Че, он тоже восковая фигура, что ли? Так, обыскать карманы Ну и рожа у него нашла Электрический предохранитель в его кармане А ну-ка Смотри у меня аккуратней Не, ну ты смотри, какие у него рожа Он явно какой-то чумачечий На доктора не очень похож Хотя, может быть, это один из тех классических докторов Которые в процессе своей работы Просто сходят, блядь, с ума Ну, типа, бывает такое Ну, в кинематографе И, в принципе, в хоррорах Отлично Мелла Почему здесь все взрываются Постоянно Почему здесь все постоянно взрываются Кстати, я заметил, что в этой небольшой Ну, назову ее к оценке Не было видно нашего манекена Не знаю, куда он там Может, он спрятался Меня доктор тут напрягает Мне кажется, он все-таки не манекен живой Может быть, просто Так, нажать Класс Какие-то здесь методы лечения Скажем так Не очень Кто идет? Назови себя прямо сейчас Или я тебя уничтожу Посмотреть на кем Ты мог быть замаскированным Подкрадываясь ко мне Как тебя зовут? Посмотреть, ставишь на тело Восковая фигура мертвого человека Висит на веревке Его кишки выглядят такими реальными А они настоящие Так, слушай, мы не можем Я тебя понял Вернее, я тебя не понял, дружище Но ладно Слушай, а может быть нам Вернуться к Энджи С помощью громкоговорителей Потому что они тут прямо над нами Меня зовут Роб Роб? Да, я помню тебя, Роб Ну то есть он был, психушки Ты жуликоватый, вороватый священник Старый извращенец Ты украл мой дробаш, чертов ублюдок А нет, а нет Давай, жри дерьмо, ублюдок Так, исследовать В этом странном устройстве Кажется отсутствует рычаг Включить Я просто как будто в новую пилу попал Лезвие пилы выглядит чертовски острым Ну ладно Благ, дело, оно работает Правильно? Это пик-то, извиняюсь Потянуйте рычаг А, ну давай Вай Так, а мы можем туда спрыгнуть? Сами-то Можем? Почему бы нет? Извини, приятель Ты будешь нужен мне тут, внизу Слушай, я знаешь, что подумал У нас вот есть Вот этот чел С трубой Ее тут Ну типа Удалить трубу Возьмем, короче И пойдем ее попилим на две части Потому что она слишком длинная Мне что-то кажется Что ее надо просто распилить на две части Да Чтобы у нас было два рычага То есть один вот здесь, один там Бэм Берем второй кусочек По крайней мере Многие загадки здесь На самом деле, друзья Они довольно логичные Благо, дело А то знаете, как любят делать В этих современных хоррорах В рикпанаты Какие-то математические загадки Сидим и решаем Пнуть Давай Деревянная баррикада У нас есть топорик Энджи Просто девочка-лесоруб Серьезно Блин, думал, что нам прыгать придется Блин, вот серьезно Сейчас окажется, что тот доктор Который стоял там За стеной Ну, за решеткой По другую сторону Которую мы забрали Он не хрена Не восковая фигура Так, так, так Просто посмотрите, кто у нас тут Она здесь? В Бернхаус Лейн? Я не хочу ссориться с тобой, Дженни Может, можем ли быть снова друзьями? Насчет этого Послушай, Энджи Я... На самом деле Я не очень подхожу для дружбы Да, нормально Чего ты разделась? Так, если никогда не говорила, что могу Я просто зла на весь мир сейчас И ты часть этого мира Так что... Да, я просто... Чтобы ты оставила меня в покое Ты страдаешь от синдрома смены Ну, почему ты была такой сушкой Твое постоянное курение напоминает мне о том, как я это делала раньше Так что спасибо, что проводила у меня тягу к никотину Большое спасибо Нет ничего лучше пассивного курения, когда ты изо всех сил стараешься не думать об этом Но сейчас это не имеет значения Куда мы? Вообще суть того, что мы не единственные, кто Вот от зависимости здесь Дженни Она ушла Слава богу, она жива Поэтому первое, что мы должны сделать, это перекурить Блин, я лишь надеюсь, что мы сможем спасти Дженни Мне бы не хотелось ее потерять Потому что персонаж запомнился И не только Потому что у нее отличная задница И хорошо смотрится на ней эта юбка Хотя нет, и поэтому тоже Но не суть Какие-то просто, знаешь, полеты метафоричности начинаются С нами Какого хрена? Да ты что, угоряешь что ли? Эй! 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 Твою мать Беги, Энджи Беги Вы издеваетесь, да? О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Ха-ха А? Да ладно, серьезно? Энджи 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 Фух, это было охренительно, я тебе скажу Ты знаешь, это просто Надеюсь, на этот раз она мертва Господи, эти пейзажи Где мы, что мы, как Скульптор Чего? What? А-а-а У меня есть Вернее, а у меня нет патрончиков Эй, алло, дружище Ха-ха Что происходит? У меня ни оружия, ни хрена ничего Подожди, нет-нет-нет, топор А, нет, нельзя ничего сделать Подожди, а как я буду биться-то? Эй Уэй Ээээ Я не могу уйти обратно Вот Дружище У меня патроны закончились Ээээ Это плохо Слушай, а может быть Я не знаю Может игра забыла, что у меня патронов нет Просто тут нигде ничего нет, понимаешь Вообще У меня не надо Че делать-то будем? А-а-а Ладно Может быть мне что-то определенное надо сделать? Я-я-я Моя не понимать Нет Вообще есть какой-то вариант, что мы можем его отступнуть? Нет Ну и какого хрена мы будем делать? Игра, ты издеваешься, да, надо мной? Что-то мне подсказывает, что здесь явно нахрен что-то не так Слушай, а может его заманить? Типа это Нет У меня проблемки, друзья, потому что I don't know, если честно Он бесполезен без боеприпасов Возможно патронов должно было быть больше Возможно Ладно, давайте попробуем А, я могу его ударить? Один раз Какого хрена? Эээ Ты это, поставь меня Мила. Мила. Это не может закончиться, так как она хочет. Так, в него вселиться не можем, но... Сейчас ее сожрет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А-а-а! А-а-а! Слушай, скульптор, дружище! Догони его! Хе-хе-хе-хе-хе-хе! А-а-а-а! А-а-а! Музыка Победа А-а-а! Музыка А-а-а! А-а! а чёрт он что пытался отпердолить безголовый труп, но, блин, я не знаю, это просто, это настолько охренительно, насколько странно я даже не знаю, то ли я в восторге, то ли мне весело, то ли мне, блин, не знаю, это стоит поаплодировать а ты кто такой? Джеймс? А, муж, что ли? Я... нет, ты жива, теперь ты в безопасности, сделай глубокий вдох, Энджи лучшее позади, по крайней мере, на данный момент ты действительно здесь? Думаю, да, но... чувствую, что у нас не так много времени я бы хотел обнять тебя в последний раз на случай, если мы проснёмся и обнаружим, что это всё лишь сон я скучал по тебе, Энджи те два года, которые мы были вместе были лучшими в моей жизни этот крюк должен был убить меня, и всё же, я стою здесь, говорю с тобой, и я не чувствую боли как это вообще возможно? я бы сказал, даже в самом страшном кошмаре бывает так, что удача на твоей грёбаной стороне не думаешь, что заслужила это? я убила скульптора думала, что он никогда не умрёт но я перекитрила его приятно как ты сюда попал? я не совсем уверен я был далеко, бродил по пустым улицам города, которого не знал я замёрз и потерялся но потом я кое-кого нашёл и я сразу понял, что он принадлежит тебе я должен был отдать его тебе что это? я отведу тебя к нему через минуту это напоминание о том, что иногда не всё полностью потеряно мне страшно, Джеймс я чувствую, что схожу с ума раньше я притворялась сильной я пыталась быть рядом с тобой, чтобы поддержать но когда ты умер, я почувствовала, что я умерла вместе с тобой для меня ничего не имело значения я была грёбаной сломанной оболочкой мне жаль я этого не хотел ты знал, что я тоже заболела раком? да я умираю и мне даже некого винить, потому что я сама во всём виновата выкурив все эти грёбаные сигареты я тоже пыталась покончить с жизнью это это блять, Энджи зачем? зачем тебе это делать? я так запуталась, но это не сработало, ясно? так что сейчас я просто околачиваюсь поблизости в ожидании в ожидании в ожидании да я помню просто жду и жду и жду помнишь, как мы были счастливы? я не думал, что можно влюбиться в кого-то подобного как в кино одинокая молодая медсестра встречается с красивым незнакомцем он также оказывается её пациентом нас всё это не волновало хотел бы я, чтобы мы могли сказать то же самое о твоей матушке да, но она просто завидовала она, наверное, хотела тебя для себя ну, тогда я выйду как чертова рок-звезда но умирающий не совсем лучший вариант для мужа даже для твоей матушки у тебя была ремиссия мы думали дерьмо случается верно? да да ты когда-нибудь сожалела о о чём-то из этого? зайди со мной так далеко только для того, чтобы твое сердце было разбито что за глупый вопрос? я даже не собираюсь отвечать знаешь, в тебе было что-то такое, перед чем я не могла устоять это было всё равно, что целоваться с вампиром ты знаешь, это ужасная идея, но ты всё равно это делаешь я возьму это но только потому что я люблю вампиров знаю, что ты дерьмо хотел бы я быть вампиром да я тоже вампиры не болеют раком пойдём со мной я не хочу умереть, Джеймс не хочу умереть, Джеймс я не готова я нашла Бернхаус Лейн обнаружила его секреты я могу выжить тут есть лекарство я почти получила его но иногда, в глубине души я начинаю думать мне кажется, меня послали с дурацким поручением всё это не может быть реальным как это могло случиться? это чертовски нелепо это не смешно ты сказала, что у тебя почти получилось было бы безумно мстаться прямо сейчас а что если я проиграю? тогда мы подумаем о плане Б но прямо сейчас пора мы должны идти закрой глаза и считай до пяти у меня для тебя небольшой сюрприз что-то что вызовет широкую улыбку на твоём лице надеюсь ты не будешь раздеваться так один два три четыре пять пять повернись Мунлайт Мунлайт но как? ты же была мертва да ладно, Энджи мне действительно нужно напоминать тебе сколько жизней у кошек ну, я рад что котик жива я знал что должен был вернуть её тебе как только увидел друг которого ты потеряла возрождённый он проведёт нас через тьму всё что нам нужно сделать это следовать за ним и оставаться в его свете иначе тьма поглотит нас ладно, пушистый давай иди куда-то на душ везти ты должен знать что я теперь дружу дружусь мой действительно я большая девочка она меня больше не пугает тьма которой я говорю не просто отсутствие света и анджи это состояние ума именно и она мой друг я зову её Бренда да, что ж так и держись поближе иначе Бренда очень, очень разозлится у меня просто мозг немножечко закипает я пытаюсь осознать вот эти перескоки сценарные от одного к другому и я немного запутался причём запутался в том, что Джеймс её муж упоминался в самом начале и там в паре строчек может быть а тут вдруг целый геймплейный элемент с ним Джеймс Джеймс? Джеймс? Нет Нет Прощай, любовь моя Ни хрена себе, тут высота Ладно Никаких сломанных конечностей? Хорошо, принимается Тут кто-то дрыхнет Судя по звуку Блин, погоня за бензобилой была прям шикарная Особенно, когда мы поменялись местами И мы гонялись за скульптором Это было очень клево Подожди, ну тут все еще эти Манекены Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вернись Слышь, я же тут в темноте нифига не вижу Монлайт А, здорово, это ты что тут дрыхнешь? Что? Мои извинения Я ждал тебя, и я... Задремал, я думаю Честно говоря, тебе потребовалось много времени, чтобы добраться сюда Даже не начинай У меня был чертовски трудный день Как и у всех нас? Нет, не у тебя У тебя был приятный, расслабляющий сон, помнишь? А, ну что ж, я ничего не мог с этим поделать Ты можешь так долго гоняться за крысами только по Бернхеуслей Ты прошла долгий путь, верно? Я... Честно думал, что ты уже сдалась Но ты настойчива Четыре задачи выполнены Что я могу сказать? Впечатляет Но ты еще не совсем закончила Иногда я не знаю, ударит тебя или сказать тебе спасибо Ты бы этого не сделала Может, я и выгляжу чудовищем, но у меня души, и я всего лишь кошка Кошки... это много чего Но они никогда не злые Это не то, что я слышал Серьезно? И кто распространяет эти лживые слухи? Ээээ... владельцы собак? А, да Они могут Но никто не воспринимает их всерьез, правда? 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 Слушай Пошло время для последней задачи Готова ли ты к ней? Нет Но все равно давай Тогда внимательно слушай Ты должна сказать кому-то всю правду о себе Хорошее и плохое И всю грязь Как будто лучшему другу Если бы у тебя он, конечно, был бы Но ты ничего не можешь скрыть Это не сработает, если ты так сделаешь Почему? Какой в этом смысл? Ты должна избавиться от всего этого багажа Вы люди держите за это слишком долго Отлично Я просто поговорю с Женей Пока ты рассказываешь ей все, и она слушает это Все должно быть просто прекрасно Но, подожди Как я узнаю, что сказал ей все? Ты узнаешь, потому что как только это будет сделано, человек по имени Мистер Фокс прибудет на ферму Пусти его Он будет так голоден, что может съесть лошадь Подложите ему еду, но никогда не говорите с ним Понимаешь? Ты не можешь сказать Мистеру Уоксу ни единого слова Или... Ну, просто не делай этого Он очень... В этом есть что-то странное Хорошо, я постараюсь держать рот на замке Как только Мистер Фокс поест, он уйдет Иди за ним в березковые пустыши Он покажет тебе место, выкопай яму и найди сокровище С ним ты наконец сможешь удалить болезнь из своего тела А ему также потребуются капли твоей крови, так что... Не говори, что я тебя не предупредил Хорошо, я поняла Думаю, что поняла Хорошо Возвращайся и отдохни Тебе это понадобится Ричард! Ричард! Привет, дружище Я был прям весь распереживался Давай, прыгай ему на спину Он не кусается Он здесь, чтобы отвезти тебя домой А ну поскакали Это прекрасно Слушайте, хотя бы так Я рад, что Ричард все-таки... Ну, я бы не сказал, что он жив Потому что он... В Бёрнхаус Лейн Но все же... Субтитры создавал DimaTorzok А, они сами скачут А, они сами скачутся Глава шестая. Мистер Фокс. Эй, я думал, мы прям с Ричардом вернемся. Но нет, Ричард, видимо, действительно умер. Так, что у нас за цели? Сделать признание. А Дженни вообще здесь? Потому что мне кажется, что она... Да хер ее знает, где она. Why? Читать красную записку. Дорогая Энджи, я пополнила запасы, пока тебя не было. Керан сказал мне, что у тебя были какие-то срочные дела в Хонитоне, и это прекрасно. Возможно, тебе покажется немного странной, и тамошняя еда. Но я уверяю Джорджу, она понравится. Я не смогла дождаться твоего возвращения, так как спешила. Но я надеюсь, что все хорошо. Джордж выглядит счастливым, и я на нем хорошо заботился. За что я очень благодарна. Это Сара. Береги себя, и скоро увидимся. Не могу поверить, что эта штука вернулась. Не уверен, хочу ли я прямо сейчас таскать с собой кусок замороженной бараниной. Так, а можно сэндвич приготовить? Нет времени для этого. Ой, а что посуда такая? Куча грязных чашек, тарелок и горшков. Кто-то устроил настоящий беспорядок, пока меня не было. А Джордж-то где? Спортивный трофей. На нем есть табличка с именем Джорджа Тейлора и год 1967. Мне кажется, каждый раз новые вещи там становятся видны. Нет? Это у Дженни там музяка? Слушай, а я хочу сохраниться. Да, хочу сохраниться. Хрена там музяка, короче, ты представляешь, чем? Энджи, как дела, девчонка? У нас вечеринка, присоединяйся к нам. Ты пьяна. Не совсем, но я работаю над этим. Ну давай, я уверен, Джордж не одобрил бы вечеринки под его крышей. Он такой глухой, что ничего не услышит. Ну а спроси за его сама, если хочешь. В прошлый раз я видел его в саду. Дженни, нам нужно поговорить. Чё? Гори громче, я тебя не слышу. Нам нужно поговорить. Сейчас? Сейчас. Но чё насчёт вечеринки? Какая вечеринка? Здесь только ты и Киран. Нет. Это я, Киран. И это великолепная бутылка Шардоне, детка. Я уверена, что Шардоне не возражает, если я позаимствую тебя на минуту. Думаю, но... Эй! У тебя есть сигареты? Я бы действительно хотела выкурить одну. Нет. Нету. Да ладно, ты всегда куришь, как дымоход. Я знаю, что у тебя есть. Возьму только одну. Я не хочу, чтобы ты снова начала курить. Ради бога, Энджи. Ты можешь просто остыть нахрен? Одна сигарета — это всё, что мне нужно. Ты успеешь оглянуться, как снова будешь выкуривать пачку каждый день. Да-да. Но знаешь что? Ты не моя грёбанная мать. Так что перестань меня опекать, ладно? Я не дам тебе сигарету, Дженни. Отлично. Тогда я спрошу у кого-нибудь другого. Но спасибо, что снова пила себя, как полная жопа. Можем просто поговорить, как нормальные люди, вместо того, чтобы ссориться? Чего? Можем ли мы выйти на улицу и поговорить? Ты настоящая обсердница вечеринок, знаешь? Но хорошо. Просто подожди меня за сараем. Там, где умер Роберт. Ричард. Чё? Коня звали Ричард. А, да, неважно. Просто подожди меня у сарая. Я буду там через минуту. Бутылка пива. Единственное, не открытое. Давай поднимем. А можем жахнуть пивчанского тоже? Нет. Ладно, Кера, на ты-то чё тут? Рад, что ты здесь, медсестра. Почему? Хотел извиниться за... Ты знаешь, обвиняя тебя в смерти Ричарда. Я вёл себя как засранец. Как? Засранец. Я был засранцем. Да, я тебя слышала. Я просто хотела, чтобы ты сказал это снова. Я был неправ. И мне жаль. Прости меня, пожалуйста. Чё? Прости меня. Всё в порядке, Керен. Я прощаю тебя. Иногда мы все говорим то, что не имеем в виду. Ты же и правда любил того коня? Да, любил. Это поминки по Ричарду. Присоединяйся к нам. Давай выпьем в память о нём. Я так не думаю, Керен. Давай. Ты красный или белый, или ты предпочитаешь пиво? Я небольшой любитель выпить. Кроме того, мне нужна ясная голова. Тогда возьми с собой бутылку на потом. Давай-то за мой счёт. У меня уже есть одна, но спасибо. Я не думаю, что Керен Тотки перед кем готова была признаться. Так, ладушки, я сохранюсь ещё раз. Ну, слушайте, жестякий какой-то творится. Слушай, я не могу бутылочку пива сюда поставить. Или, например... Нет. А, бутылочку пива? Нет, это не сработает. Давайте сохранимся, друзья. Не хочу нарушать, скажем так, закономерность и какую-то последовательность, потому что у нас другая глава, а мы тут уже на вечерину успели. Вот. Не знаю, что там с Джорджем. Надеюсь, с ним тоже всё в порядке. Короче, предлагаю прерваться на таком интригующем моменте. Так что... Так что... Я, кстати, не знаю. Может быть, если бы мы с Аароном там как-то в более тесных отношениях состояли. Может быть, ему можно было что-нибудь рассказать. Короче, не суть. Жмякайте так, чтобы было красиво. Я надеюсь, вы хорошо провели это время. Это была самая странная глава, но и от того самая клёвая. Особенно погони были классные. Короче. Услышимся совсем скоро. Подписывайтесь. О, опять рукой ударился. У меня просто рядом стенка стоит. Ну, в смысле, полочки. Каждый раз локтем ударяются. Причём в такое место, от которого рука прям... Руку свою. Короче. Это всё не важно. Подписывайтесь, лайкайте. Хорошего вам настроения. Услышимся совсем скоро. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова